ТУВА готовится войти в пилотный проект по внедрению системы управления качеством медицинских услуг. Сейчас группа наших врачей выехала в Черногорию, чтобы изучить опыт построения системы качества в здравоохранении по международным стандартам и перенять лучшее из него. Как сообщили в Минздраве ТУВ, это командировка – часть плана по подготовке к реализации в Республике федерального проекта, к которому ТУВА присоединилась в 2017 году. По словам министра здравоохранения Республики Арлана Дангака, основная цель проекта – организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности согласно единым критериям – создание условий для непрерывного совершенствования и развития медицинской организации. Предполагается, что новшество создаст условия для еще большей ориентации медучреждений на пациента, роста качества и его обслуживания, освоения тонкости процессного подхода, основ управления рисками, а также будет способствовать постоянному повышению квалификации персонала больницы качества услуг. Министр сообщил, что привлечь проект планируется все, без исключения организации здравоохранения, работающие в ТУВЕ. Предварительно срок реализации в Республике проекта определен Минздравом Республики в три года до 2020-го. После этого участники пройдут добровольную сертификацию на соответствие международному стандарту. С начала года сотрудники ГИБДД в рамках рейдовых мероприятий «Маршрутка» выявили более 5000 административных правонарушений в сфере пассажироперевозок. Между тем, ответственность лежит не только на водителях. Часто сами пассажиры, пренебреграя правилами, ловят маршрутку или выходят из нее в неположенном месте. А чтобы сэкономить, несколько минут предпочитают ехать стоя, при этом создавая реальную опасность для себя и других пассажиров. Это в очередной раз показал рейд, проведенный сотрудниками ГИБДД. ГИБДД ГИБДД осуществляют частные предприниматели и предприятия Козелгортранс, которые используют транспорт марки «Газель», «Пас» и «Нефас». Всего у нас в Козеле насчитывается 25 автобусных маршрутов, 6 из которых обслуживают МУП Козелгортранс на таких линиях, как 6, 6А, 11, 13, 17 и 25. Помимо маршрутных такси сотрудники ГИБДД, города также проверяют водителя на наличие детских удерживающих устройств. Главной задачей дорожных полицейских является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Ежедневно сотрудниками ГИБДД выставляется автопатрули для проверки осуществления пассажироперевозками. Уявляются такие правонарушения, как перевозка сверхколичества допустимых установленных мест, то есть перегруза транспортных средств. Также на наличие предрейсовых, послерейсовых, медицинских и технического осмотра. Это не последний рейд сотрудников ГИБДД. Проверки общественного транспорта будут проходить и дальше. Количество авиарейсов из аэропорта Козел вырастет с 22 сентября в разы. Министерство дорожно-транспортного комплекса ТУВ представило обновленное расписание. В нем появилось много новых рейсов. Авиарейсы в Новосибирск и Красноярск осуществляются теперь пять раз в неделю. В понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Появился рейс в Абакан по вторникам из Абакана в Козел по четвергам. Авиарейсы будут выполняться на самолетах типа Як-40, Ан-26. Данное расписание начнет действовать с 22 сентября и будет работать до 26 октября 2017 года. Напомним, что в Козеле завершается реконструкция аэропорта.